Николай Семененко. Творческий псевдоним «Никинум». Высшее художественное образование получил в России. Дипломная работа, сценография, дебютный спектакль в Курском тюзе по пьесе Юрия Сотника «Просто ужас». В конце 70-х журнальная графика в издательстве «Молодая гвардия», в литературной газете, в московском комсомольце, в альманахе «Поэзия». Журналистика. Интервью с ведущими деятелями искусства, науки и политики Андреем Сахаровым, Даниилом Граниным, Борисом Немцовым, академиками РАХ Дмитрием Жилинским, книгу о котором завершает, с Натальей Нестеровой, кинорежиссерами Георгием Данелией, Юрием Маминым. Журнальные газетные публикации Николая переведены на шесть языков. Параллельно скульптура, от характерных портретов до аллегорических композиций, интерьерные разработки, витражи техники Тиффани, гобелены, прикладные графические программы. Затем новый этап в еженедельнике Сочи – сатирическая графика. В конце 90-х Николай создал свой общественно-политический веб-журнал «Лукоморье». Там все авторское, от идеи до анимационного персонажа. В 2011 году семья перебирается в Нью-Йорк, где бывший редактор «Нью-Йорк Таймс» мистер Сеймур Топпинг и его семья стали интеллектуальным и дружеским пристанищем на 10 лет. В Порт-Честер, Клей-Арт-Центр, Николай освоил керамику и глазури. Портрет девочки – первая выставка в Нью-Йорке. А вот и Маша Бэнкс – портрет дочери юной Флоры. В 2018 году появляется проект «Яйцо цивилизаций» как предощущение грядущего апокалипсиса. В спираль развития человечества венчают четыре обезумевшие обезьяны, лапы которых тянутся к пусковой кнопке. Проект готовился для фестиваля «Берненмен», но тому было не суждено состояться из-за ковида. К счастью, проект воплотился в керамике. Вот это яйцо, глазурованное под резьбу по старой слоновой кости, где каждая последующая цивилизация мастерит свое благополучие на обломках предыдущей. Это невеселое открытие скульптора, после найдет свое воплощение и в других его работах. Следующий долгосрочный и перманентный проект «People who switch my mind» – серия масок ученых, писателей, политиков, кто заставил человечество шевелить мозгами. Альберт Эйнштейн, Лев Толстой, Джон Леннон, Эрнест Хемингуэй. Эта коллекция пополняется новыми именами. Работы ушедшего года. Живописные пейзажи Коннектикута. Композиция для настенной фрески «Девушки-пантеры». Самый последний проект связан с осмыслением войны на европейском континенте. Скульптурная композиция, исполненная в керамике, называется «Тоталитаризм». Впрочем, для аполитичного американского зрителя это всего-навсего игуана, символ благополучной и далекой от апокалипсисов теплой, уютной Флориды. Субтитры создавал DimaTorzok